В натуре в творческую профессию обычно приходят, когда ты в аграрке учишься, не любишь, не хочешь что-то связанное с аграркой делать. Вообще у меня есть такая теория, почему в Астане многие знают аграрный университет, и там очень много творческих, талантливых людей рождаются. Аграрка Сарбаздара, КВНщики и так далее, да, да, да. А, типа роддом, что внутри там, не, 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 не прям так. Выпускают, да, потому что люди туда приходят, и там как бы есть сама атмосфера, чтобы ты что-то творил, занимался чем-то. Я слышал о таком, что там за творчество прям взялись. Да, у меня есть друзья просто отсюда, когда я в Астане только переехал, в 2014 году, у меня есть друг Максим Дегин, Журал, он еще в Штатах, и этот, вот он за аграрку Сарбаздара, четвертое что ли поколение играл, четвертое поколение, и прям я приходил на их репетиции, и у них там прям вообще, ну короче, отдаются. Вы были там на КВН у них, межфак? Ну, прям, чтобы, нет, нет, не было. Там вообще нереальная атмосфера, я туда приходил пару раз на дискотеку, вот вообще аграрка, там такая атмосфера, такая советская, видишь, чуть-чуть, ну, в хорошем смысле, в плане, ты приходишь туда, и там прям студенты, видишь, собираются, что-то разгоняют, а в Яну приходишь, я в Яну магистратуре учился просто, в Яну приходишь, там, вот, ё-моё, там вот, ну, не знаю, или я такой, знаешь. Нету запаска гетто, да, такого, дружника нету, там даже столовка не такая, короче. Блин, кстати, самая лучшая и дешёвая столовка в Астане, это аграрка, кстати. Первая стоит 80 тенге, да, по-моему? В Казахстане даже говорят. Первая 80 тенге стоит, ребят. Если речь разошла насчёт этого, аграрки и так далее, то ты же занимался КВН, да, по идее? Да. Вот смотри, КВН, в моём случае, да, он реально меня, типа, раскрыл. А, ты играл в КВН? Да, я у Есена Юлюкина, короче, на Казахском ты ещё играл? На Казахском, да, в Казахском, короче. За кого играл? Из города Садпаев, команда, короче, последний раз я выходил на игру против, где Турсунбеки и так далее были, то есть я тогда был одним из иглов, короче, Буддахтар, короче. А, нет, Ассорти, Ассорти. Ассорти назывался. А, я их слышал, да. Даниар Макашев сейчас. А, Даниар Макашев. Знаешь, да, Даниар Макашев? Да, да, да. В Ази Микс играл, конечно, юма, давай пятнусь. Короче, он был нашим капитаном, был даже случай, когда он меня жёстко, короче, этот, не то что пиздил, но ругал жёстко после одной имманутой игры, короче, у нас в Садпаеве. Ну, блин, это капец, мне приятно стало, кстати, когда он выиграл эту высшую лигу. В Ази Микс? Да, когда играл в Ази Микс. Потому что я в нём видел вот эту мечту, то есть он прям пёр туда, короче. К ВНу у меня отношение было такое, типа, прикольно, я раскрываюсь и так далее, а он прям пёр по КВНу и типа... У меня, кстати, тоже КВН один год отыграл, мишфак. Нет, давай мы пообщаемся с вами пока. Да, я шучу. Нет, я тебя помню, я тебя вообще не помню, по идее. А вы как знакомы? Бля, по идее мы этот... Короче, когда вышел проект «Солим Сушил Медиа», я же начал потихоньку узнавать, что к чему происходит и так далее, кто там движникует, есть ли смысл с ними связываться или нет и так далее. И тогда вот это, по-моему, первое касание тогда было с Хасом, да? Или мы до этого как-то вообще... Первое касание было с подкастами связано, кстати. Да, да. Мы делали «Паймдау», потом кто-то тебя тегнул. А, точно, да, типа смотри, короче, мы у тебя подкаст, короче, да, 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 да. Вот, ну, ты же по идее очень хорошо знаком, да. В «Солдик» вместе работал. По идее, мне кажется, у народу очень много разных вопросов, да? На которых у меня нет ответов. Нет ответов? Есть, но... Ну, давайте лучше проговорим про КВН. Насчет этого уже много кто сказал, и Бржан тоже сказал там... Не, в смысле, у меня есть... Но ты же ушел оттуда, правильно? Да. Ну, смысл тогда сейчас насчет этого общаться и так далее. Насчет молодежи, да? То есть, аграрка, типа, молодежь, типа, в натуре там капец из-за того, что не хочется, мне кажется, вот, я думаю, не хочется заниматься чем-то, типа, аграрным и так далее, прям творческая сторона начинает жестко дышать. Вот, это примерная моя мысль. Нет, ну да, по-любому, мне тоже так кажется. Мне кажется, еще там атмосфера вот эта сама остается. Это же... Аграрка находится где? Аграрка находится в старом городе, в Сараркинском районе. Вот, кто знает Астану? Это возле вокзала. И там даже все дома пятиэтажные, короче. То есть, там целинно. Там рядом у меня тетя жила с дядей. Там прямо напротив их дома стоит большая надпись, типа, целину мы поднимем, короче. То есть, там сама атмосфера такая, знаешь, такая советская, короче. И когда я только в Астану переехал, я жил в этом районе, и я очень тесно общался с ребятами с аграрки. И всегда, когда я туда приходил, то есть, там в натуре прямо атмосфера вот эта прямо, знаешь. Они там, они прямо на эту уборку ходят, таким с настроением бешеным. У них там, они делятся на пятую общагу, седьмую общагу еще, знаешь. Там на Новый год к ним залитаешь, у них везде вот эти вот всякие мишура, там вот эти рисунки, то есть, знаешь. Ну, короче, душевный подход, да, больше. Мне так дико нравится, по идее. Ну, типа, сейчас, мне кажется, все равно студент – это такой человек, который вот только начинает жизнь, по идее. Вот школьник, школьный – это, ну, это… Может, сейчас какая-то, а вот в наше время, не знаю, в школе, мне кажется, вообще ничего интересного не было. И когда ты начинаешь только в универ поступать, там, ты же, типа, такой, только с дома вышел от родаков, хочешь чем-то заниматься. И помню, мне одна девчонка сказала, когда я в Павлодаре учился, бакалавриат первый раз, я жил дома с родителями, потом переехал. И она ко мне подошла, помню, в Писка это сейчас называется, да, а тогда это было просто гуляние на хате. И она мне говорит такая, типа, блин, вы, типа, не студенты, говорит. Я говорю, почему? Она еще пьяная, короче. Типа, вы не живете студенческой жизнью. И, типа, знаете, почему, короче? Она говорит, потому что вы, говорит, не жили в общаге, короче. И мне так неприятно стало, капец. Типа, ты сладкий, да, короче? Да, короче, я, блин, думаю, в натуре. И потом через два года, вот я и с ней рассказывал, через два года я поступил в Яну на магистратуру, поехал в Польшу, и в Польше полгода жил в общежитии, короче. То есть, к тому, что... Ты такой гештальт закрыл для себя? Да, я на себе закрыл, короче, вот эту вот такую мини-цель, мини-мечту, короче, пожить в общаге. Мне кажется, это реально такая вещь, которую надо студенту пройти. Experience. Хотя не требовалось, да, тебе? Хотя, да, не обязательно. Но это все равно такое, знаешь, такая, ну, типа, в общаге пожить, это какая-то романтика такая студенческая. У меня, короче, есть такая непонятная мысль в голове. Мысль G. Мысль G, да, скорее всего. Очень глубокая мысль. Но у меня больше мысль O, короче. Например, когда я стану отцом, типа, надо ли мне, например, моего сына, да, скажем, специально помещать в такие сложные ситуации? То есть ты же, например, только что общага, например, это, знаешь, своего рода такая сложность, да? То есть ты оттуда по-любому вышел каким-то более сильным, правильно? Ага. И я тоже так думаю, типа, вот не давать бабки, да? Специально... По-моему, это немножко попсовая тема, типа, поместить человека в плохие условия, чтобы он там окреп и стал неким сильным. На самом деле это же такое искажение нарратива. Вот Насим Талеба есть книга «Чёрный лебедь», и там есть вопрос искажения нарратива. То есть мы видим, что человек, допустим, вырос в гетто, прошёл через какую-то там жизненную жопу и становится успешным. Да, да. Но вот таких-то кейсов, они все на поверхности, и это 3% от 97% тех людей, кто жил в гетто, но они не добились даже и десятой части того, что добились эти 2-3%. То есть тот факт, что ты прошёл какую-то жопу и чего-то добился, вопреки всему, это не говорит о том, что твой сын справится. Ну, возможно, он окажется среди тех 90 с чем-то процентов, которые сломаются, которые пойдёт по неправильной дороге и так далее. Просто это, по-моему, очень слишком попсово, типа вот популярно вот бросил универс, стал успешным, или там не взяли там в несколько мест работе. Посмотрите, там уже где-то по 27-28 лет, да? То, что вот я сейчас перебью, то, что мы сейчас типа вот здесь сидим и умничаем, а у нас у всех было частично не самое лучшее там детство, не самая лучшая юность. Но если посмотреть на большинство наших ревесников, где они сейчас? Вот у вас по-любому хотя бы один есть знакомый, который отсидел. Есть такие? Да. Есть хотя бы один знакомый, у которого уже нет живых. Да. Есть обязательно пара знакомых, которые подсели на алкоголь, траву. Мне кажется, он экстрасенс. Нет, просто экстрасенс. Я к тому, что вот это наше восприятие, наш алгоритм некой успешности, которую мы себе уже подогнали фактически, типа вот мы там прошли через жопу, мы стали сильнее, антихрупкими, и поэтому мы сейчас такие классные. Но этого могло не предойти. Мы могли оказаться среди тех 90%. Просто более случай, где-то характер, где-то там родители. Не отдай тебе родителей в лучшую школу в городе. Не попади я в КТЛ, не учись ты в Яну или в Польше. Ну да. То есть, по-любому, КРОШ это такой... Да, наоборот, если у тебя будет возможность дать дочь сына в нормальную школу, в нормальный универ, блин, лучше сделай так. У меня постоянно спрашивают просто типа... Олжас Хазамбарма? В любой тусе, в любом кругу у меня это... Даже ровесники? Да, да, да. Даже друзья, типа, они просто многие уже... Одноклассники, опять же, те же самые. Они, многие, не женились. За мужиков. Да, и там есть мой один друг, который любит рассказывать такие вещи, как... Типа, два плюс два, это четыре, и он такой... Ага, а вода мокрая, небо синяя. Да, да, да. И линген диген жах свой, улжас. Прикинь, уже с таким посылом. Типа, надо же жениться. Бля, я старше него, по идее. Он мне такие вещи говорит, типа... Ну, а даже уже как бы пора, типа... Смотри, вот он, пример. И он спрашивает, есть ли у тебя девушка? Ага. Я говорю, нет, девушки нет. И он меня спрашивает, что ты предпринимаешь? Я такой... И этот вопрос транслирую на тебя. Вот, что ты предпринимаешь? Позор, нет, ты перевёл. Я не знаю, блин, мне нету такого прям... Капец, чтобы этот... Какого-то плана? Капец у меня в голове. Ну, ты жениться хочешь? Просто жениться хочу. Вот смотри, ты говоришь, я хочу жениться, типа, и так далее. Но действиями ты, получается, это не подпускаешь. Нет, я общаюсь с девушкой, да. Сейчас с одной девушкой. Но, типа, я... Ну, как можно к этому какие-то действия... Просто общаться с девушками, наверное. Потом делать предложение, и жениться, и всё. А какие ещё могут быть действия, допустим? Какого-то плана, и так далее. Ну, какой план, допустим? Давай, если есть какой-то план в натуре, давай обсудим, как есть открытый. У меня есть один план. Ну, какой план? Я просто... А можно я вот переливлю к тебе? Или уже два часа, или я что-то не понимаю? Я просто вернусь к тебе. Вот твой женатый друг... Да. Он ещё младше тебя, и ты говоришь, да? Нет, он... Спустя, а до годки просто по месяцам. А, вот он... Вот он женился, грубо говоря, сколько там? Два-три года назад? Да, где-то... Ну, четыре года назад. Он стал там как-то умнее, мудрее. Он стал... Да, он насчёт семейных ценностей и так далее, конечно, он более такой осознанный стал. А как-то ещё что-то поменялось у него в жизни? Он стал более компетентным, как профессионал, как гражданин, А, типа, опять-таки, плюс десять к мотиву... Да. Там, скорее всего, да, чем нет. Угу. Ну, ладно, просто кейс такой сработавший. Да, 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 да. Ну, я уверен, что есть куча людей, которые... Нет, я сто процентов уверен, что ребёнок... Да, ребёнок это не есть, на самом деле, типа... Такая панацея, типа... Мотивация, либо сдерживающий фактор от развода. Мне кажется, если ты нормальный... Ну, моё мнение, если ты нормальный мужик, ты не дашь своему ребёнку голодать. Это конкретно тебя должно двигать. Ну, просто, я не знаю... Я в семье старше, по сути, да, и у меня братишка какой-то вертяк, я стараюсь сделать так, чтобы он не вертяковал. А если сын, допустим, да, ну, то есть, мне кажется, это нормальное явление для любого мужика, короче, обеспечить свою семью. Ну, мне кажется, это первое, что должен делать мужик. А что значит нормальный мужик? Ну, нормальный мужик, это который может обеспечить свою семью, обеспечить себя, своего сына, и чтобы они ни в чём не нуждались в еде, в одежде, там, в питье и крыше над головой. Это вот элементарно. Видишь такое понятие, там, построить дом, посадить дерево, там... Ипотека... И этот, и сын. Ну, ладно, дерево там, да, но это же фигня, дерево посадить. Откопал, положил. Дом, ладно, ты можешь квартиру взять, ипотеку. Ну, сын обеспечить тоже... По идее, это не такие вертики, прикинь. Были времена, когда была там война, да, какая-то, 45-й, да, 43-й вот недавно, когда были вообще прям невозможные условия, и там мужики умудрялись там и воевать, и там, и это смотреть, и то, и то делать. А сейчас, блин, сейчас как-то всё сладко уже. Там же по-другому всё было, на самом деле. Ну, я в том плане, что... Ну, примерно до последних вот лет продолжение рода, основная функция продолжения рода была в том, чтобы выжить. Не для того, чтобы дать новую жизнь и сделать эту жизнь, там, ребёнка счастливым. До этого, вот вплоть до, наверное, конца, наверное, 90-х, по мне, Речь шла о выживании. Речь шла о выживании. Но в любом случае какая разница? А потом уже происходило. Это уже, это неважно же, в любом случае у тебя... Не, ну как неважно? Ты на подсознании всё равно, у тебя уже, это кажется, такой... Какой-то, у тебя механизм должен срабатывать, что ты там... Ты должен... Ну, это капец мотивация ж, по идее. Прикинь, у тебя сын голодает там, и ты просто там ходишь, бухаешь. Это, блин, это нормальный мужик, по-твоему? Не, я же не говорю... Нет, ты же говоришь, что в твоём понимании нормальный мужик. Это сложно понять, по идее. Не, а можно быть нормальным мужиком, но без семьи? Вот. А, вот такой вопрос. Вот, вот. Типа, если я... Ну, в Казахстане, в Казахстане из-за наших, там, стереотипов, менталитета и так далее, это не норма. Потому что это постоянный подъёб во время посиделок с родственниками, в твоём кругу и так далее. Потому что твоё поколение из-за общепринятых норм, оно двигается по-другому. Ты двигаешься по-другому. Поэтому, мне кажется, по-любому это как-то дистанцируется. И это ведёт к чему? К одиночеству. Ну, одиночеству, братан. Ты же сам ведёшь к ним, к одиночеству. Знаете, что в своё время был налог на то, что ты холостяк? Да. Налог? Да. То есть, типа, после... Если ты, начиная с какого-то возраста, всё ещё не женился, ты, там, от твоей зарплаты отчислял ещё какая-то сумма за то, что ты, типа, ну, всё ещё холостой. Типа, за, как-то, не знаю, простой производственных мощностей, или как это называть? Ну, типа, то, что ты холостой, ходишь, такой вещь до фига свободный. Чего это ты до сих пор не завёл в семью? У нас и так 17 миллионов казахстанцев, да? Из них казахов, по-моему, сколько там? 13 миллионов, да? Я точно не знаю цифру. Ну, то есть, нас и так не так много, по идее. А знаешь, сколько сейчас детей в детдомах у нас? Причём казахов. Не знаю. Их очень большое. Я, к сожалению, не владею цифрами, но это большая цифра. При том, что у нас не было в культуре оставлять детей в детдомах. Нет, я сейчас к чему, типа, очень много жизней в Казахстане, которые можно спасти, они уже есть. Ну, усынови тогда. Я буду готов. Но, к сожалению, по закону страны я не могу усыновить, будучи холостяком. Серьёзно? Я должен сперва жениться, а потом только я могу, имея право, если не хочешь. А ты же жениться не хочешь. А я, как бы, я хотел так, я думал так, почему я не могу быть отцом, не имея жены. Ты же можешь договориться с какой-нибудь девушкой. Фиктивный брак, типа, сделать. Да. Мне кажется, это вертяк. Это вертяк, да. Почему вертяк? Кто согласится на это? Ну, мне кажется. Ты же следуешь благим целям, правильно? Ты хочешь усыновить ребёнка. Мне кажется, может, есть какая-то категория девушек, которая согласится? Ну, девушки, допустим, с маленькой социальной ответственностью. Вот как они... С маленькой социальной ответственностью? Да. Может быть... Ладно. Это девушки лёгкого поведения. Проститутки в смысле? Да, да. Ага. Капец жастик. Максимально это, да? Такой суперкультурный, интеллигентный, по идее. Нет. Ну, я просто не хочу материться, короче. Я не хочу обижать этих девочек. А почему не хочешь материться? Ну, просто не хочу материться. Нет, имеется в виду, как... Нет, ну, смотри. Если чуть-чуть про Иринку, да? То есть, у вас есть какие-то... Только чуть-чуть. Есть образ, да? Там есть продукты, где вы материтесь, там, жёстко, там, обсмеиваете и так далее, какие-то вещи. Ты же там материшься и так далее? И я думал, это типа... Матерился. Матерился? Да. Ну, сейчас у нас выпуски я не матерюсь. Ааа, прикольно. Ну, мы отсняли уже... А как ты пришёл к тому, что, блин, ну, лучше не материться? Ну, просто две причины. Первая, оказывается, нас смотрят дети. Ну, оказывается, да? Через сколько ты это приверёшь? Нет, ну, я понял это давно. Просто вас-то я не каждый день вижу, чтобы это говорить. Ага. Нас смотрят дети, короче. И вторая, мы несем ответственность за свои слова в плане матов. То есть, за каждый мат, за каждое слово, за каждый обман мы будем отвечать. Ты хочешь сказать, что ты жалеешь? Я нет, хочу сказать. Я просто хочу ответить на его вопрос. Ага. Потому что, почему я не матерюсь? Вот. Ну, это же сценические образы. Это же... Это образы, да. Но в любом случае... Я матерюсь, ну, бывает, я не буду там лукавить, говорить... Я, например, матерюсь сейчас. Да. Но в плане лучше не материться, по идее. Это же... Это грамотно. Вот знаешь, есть персонаж быков в интернах. Ага. Быков, который всё время кричит. Он за всю историю интернах, по-моему, ни разу не заматерился. Хотя, у него он всё время там шкнит, орёт, короче, да? Но он так грамотно фигурует свои слова. Он литературно заменял, да? Вот это, мне кажется, это прям... Топчик. Я к этому, да, иду. Я хочу вот так прям на человека занозить или выразить спокойно свои мысли и прям вот так не материться. Вот Айзатулла у вас был в гостях. Он редко матерится. И когда он разговаривает, когда он, короче... Вот у меня, видишь, короче, есть такие какие-то слова-паразиты, которые я хочу избавиться. И типа маты есть слова. Потому что я в Павлодаре рос. В своё время, короче, у нас были там слова-бендеры такие всякие, лексиконы, там, жаргоны, короче. И у меня это осталось, видимо, немножко. Айзатулла, он с лицея, он учился там много где. И у него речь отфильтрована. Он разговаривает так. И даже, когда он видно, что он там, может, без мата спокойно. А когда маты заменяю, я так... Чуть-чуть буксую, вот так... Как-то вот так торможу чуть-чуть. Вот, видишь, даже сейчас какие-то слова какого-то хочу заменить. И вот этот Т9, он замечается, короче. А, прикольно. А по-хорошему, по-хорошему лучше не материться, по идее. По-хорошему. Вообще, короче, видишь такое понятие, типа девственник, да? Вот было такое? У нас было в школе, короче, прикалывались над девственниками, типа у него не было секса, короче. Или он там задаёт, над ним прикалываются. И, короче, с возрастом, я начал задумываться, типа, почему вообще, почему над ним прикалываются, типа? Почему над девственниками прикалываются, есть фильм, 40-летний девственник, типа, девственник – это плохо, короче, есть такое понятие, типа, с чего ли это плохо, короче, откуда это пошло, вот это понятие, короче, это американские фильмы, да, пошли, короче. Американский пирог, мне кажется, это вот американский пирог, да. Это навязанное, короче, такое, навязанное мнение, короче, тебе навязали это, типа, это плохо, а ты уже, типа, статный такой, ой, в натуре, это же плохо. Я просто помню, я в восьмом классе учился, и там были пацаны, которые уже понтовались, типа, эй, там, через джинсы её, там, а нау-нау, короче. Петтинг-люзы. Да, это сейчас петтинг, а тогда это просто через джинсы. Ну, там диджей или пацаны, знаешь, это вот диджейник называется. Ну, то есть, по-разному, короче. Что там диджейник? Диск-джокей, джинсов. Нет, можно без джинсов, ну, короче, диджей, когда ты, да, ну, когда ты пальчиками там диджеишь, знаешь. Тот же самый петтинг. Нет, я просто, нет, просто, ну... Секс начался относительно поздно, относительно поздно, типа, первый раз лет восемнадцать, кажется, поэтому всё время. А сейчас поздно? Нет, ну, как бы, просто у меня были одноклассники, которые там, типа, вот, вы говорите, типа, в классе седьмом-восьмом уже там, а для меня это всё было такое, типа, дикое, короче. Нет, я к тому, что это неплохо, наоборот, ну, типа, быть девственником. Я видел у вас превьюшку, там, Рассел, да, говорил, типа, он и сейчас девственник, да, что-то такое. Я не знаю, насколько это правда, потому что это, знаешь, мне кажется, он, типа, насчёт селф-брейдинга, когда он же спец в этом такой, да, лучше быть девственником. Нет, ну, нет, он же такой муссом же. Нет, нет, шучу, конечно, да. Да, и этот, типа, просто он подозрительно это часто говорит, просто. Ну, девчонки, кстати, мне кажется, на это клюёт, типа, знаешь, я девственник, и они скажут, да, ну, на их... Уже, прикинь, девчонки клюют, не пацан на девчонку, что она девственница, а уже девчонки на девственников клюют, короче, уже такая какая-то... Я к чему очень начал спрашивать, почему это плохо, я, в принципе, опять-таки, ремарка, я не защищаю тех и вообще понятия беспорядочные по жизни, просто я к тому, что позиционировать себя как человек с активной сексуальной жизнью и наоборот позиционировать себя как как из целомудренного... Нет, я себя не... Я сразу скажу, я не позиционирую. Слушай, не конгруентность? Ну, это... Что это значит? Нет, есть одно слово, которое ты не знаешь, да? Конгруентность? Просто... Давай, конгруентность? Конгруентность, это когда перебивают. Нет, конгруентность, это когда твой внутренний мир, он сопоставим с твоими внешними действиями, что ты делаешь. Ага, окей. То, что ты говоришь и то, что ты делаешь, когда сходится, это есть конгруентность. Просто по мне беспредельный секс, у меня ассоциация, это когда вот там гэнгбэнг, короче, ну типа на вписке и там толпа и, короче, без разбора уже. Да, это ужасно, ужасно, ужасно. Я скука слышал таких историй. Вот это беспредельный секс для меня. А типа иметь несколько или там разных половых партнеров в течение определенного времени... Это опыт. Это... Но при этом ты не находишься в отношениях, типа ты никому не изменяешь. Просто у тебя нет стабильного партнера. Ну или... Ну прикинь, вот эта девушка, она блеена, она потом на ком-то женится. Это тоже по идее не очень-то хорошее. Ну это же ее выбор. Да. Каждая живет... Не, ну я не осуждаю этих людей вообще ни в коем случае. Это как бы... Я вообще никого не осуждаю. У каждого своя жизнь. Я тоже в свое время там беспределил. Короче, ты женишься на детственнице. Это прям критично для тебя, да? Нет, нет. Я и сейчас... Я вообще не строю себя там такого целомудренного. Ой, я никогда... Кажите я вам... Да ладно, давай. Не конкретно. Нет, я сразу просто... Он говорит, типа там, строю ты себя. Я не строю себя такого хорошенького там, типа. Я просто говорю, типа... У нас же кто-то же смотрит, кто-то же слушает это. Я к тому, что типа не надо беспределить, короче. Типа лучше подожди там. Ну, блин, если не можешь, ну иди передерни там. Не знаю, короче. Ну нет, я не согласен с этим. Смотри себе. Не знаю. Да, вопрос. Смотри, очень такой интересный вопрос, если речь зашла насчет этого. Цена... Это плохо. Сейчас в нашем обществе, да, цена девственности. Я не дам... А, вот девчонка, да, продавала свою девственность? Да. То есть, ну, кроме этого сейчас еще скажу. То есть, кто-то мне сказал, что это стоит 50 тысяч тенге. 50 тысяч тенге? То есть, перешить. А, перешить. Да, есть. Да, можно так сказать, да? Есть, кстати, есть девчонки такие. У меня в городе один пацан был, он рассказывал. Анальный секс, короче. Окей. Анальный секс, чтобы, короче... Вот это, может, мы запикаем первый раз, это звучит нашему... Ну, типа, у них было, короче... Ну, это же, типа, факт. Это, короче, у них был анальный секс, и она специально не давала, там... Вагину. Вагину, да. Чтобы быть девственницей. Я не знаю, как мягче еще сказать, чтобы оставаться девственницей, короче. Прикинь? То есть, это же вообще, короче, блин... Это смущающий вагины, это же термин биологический. Анальный секс тоже термин. Да. Это наш внутренний комплекс, который зарыжился. А, это внутренняя самоцензура такая. Не, просто вот как раз-таки, почему я доебываюсь до вот таких вот моментов? Вот из-за того, что сакрализируете такие моменты, потом вот из-за этого делается нечто такое прям неощутимое, слишком важное. К этому относиться нужно проще. Ты вот, ты сможешь... Ты срешь, например. Ты же будешь сыном, я надеюсь, будешь сына обсуждать секс? Обязательно. Он не узнает об этом через порно? Нет, нет, я раньше сам включу. Через VPN. Нет, как бы... Он по-любому увидит порно, но лучше будет, если он от тебя узнает, правильно? Лучше дома, чем с пацанами там в подъезде, фиг пойми с кем. Я сам. Я шучу, я не знаю, как попрет, так попрет, скорее всего. Я хочу рассказать такую очень интересную историю. А вообще это довольно немножко мелко, что мы сейчас сидим и обсуждаем, где снуть как-то это... Нет, ну это... Где у нас это обсуждается? То есть это... Нет, на самом деле это очень-очень такая интересная тема сейчас в нашем обществе, потому что очень многие девушки загоняются насчет этого вопроса, потому что мы, да, то есть, да, мы типа пацаны и так далее, козлы, да, то есть там... Ну и пацанам не надо трахаться, братан, я же сейчас и говорю, типа... Короче, ты за то, что передернуть лучше. Да, ну, я вообще, короче, против, но если, типа, ты там прям вообще, короче, уже не можешь... Ага. Женись. Да, женись. По-хорошему жениться, это же нормальное явление, жениться. Ну, конечно, плохо разберешься. А можно же, да, это замутить, короче, как там вот этот вот обрет... Рождественский брат? Нет, религиозный обрет... Никиты? 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 Ну, братан... Короче, это такая вещь, которую ты там не обманешь, то есть, не надо идти на какие-то такие хитрости против там высших сил, против... А сейчас это к чему было? Да, к чему было? Ну, против твоего вот этого никита, типа, на одну ночь... А, не стоит так наёбывать, короче. Да, ну это же наёбжа, братан, считается, что ты имеешь... Ну да. Технически? Ну, это же по большому счёту наёбжа, обманжи это. Ты женишься, типа, я не женюсь... Поэтому, короче, лучше без никита просто идти сексом заниматься. Ну, это не лучше, мне кажется. Ладно. Ну, вот, короче. Блин, на самом деле эта тема очень такая актуальна сейчас, потому что, мне кажется, очень много девчат страдают от этого, да? Где-то, мне кажется, это дополнительно суицида, наверное, потому что... Ну, это плохо, это плохо, конечно. Да, ну, из-за менталитета, опять же, всяких стереотипов и так далее, начинают загоняться этим вопросом. Потому что, ну, у нас такой Казахстан на данный момент. Блин, мне кажется, это вообще, знаешь... Вот, ядмены же есть такое понятие, да? Есть такое понятие, типа, ядмены, типа, ядплат, ядплат. И вот эти вот девчонки, которые назло этим ядменам закидывают, типа, фотографии голые, это какое-то неправильное восприятие, короче, мне кажется, надо их просто игнорить, этих ядменов, типа. Если прям он загоняется, короче, слишком, типа, просто ничего не делать, короче. Или, наоборот, ядменам, лучше ядменам игнорить вот эти вот моменты, и те, короче, успокоятся. А вот так, типа, я сделал назло вот этим казахпайским, короче, который начинает нагонять мне в комментарии писать, это же вообще гонимо, блин. Какая-то нестыковка какая-то. Короче, я хочу рассказать одну историю, которую я трижды пытаюсь рассказать. Короче, такая история, мне рассказали, и это трушная информация. Короче, одна девушка, которая там, типа, как это ты говорил, низкая чего? Низкая социальная ответственность. Низкая социальная ответственность. Ладно, средняя социальная ответственность, да, скажем. Типа, до нее дошла информация, типа, какой-то, типа, дядька, короче, очень богатый и так далее. Короче, хочет, типа, за одну ночь с действенницей, короче, отдать бешеную сумму и так далее. По-моему, миллион тенге что-то такое. И что она сделала? Она пошла в клинику, сделала операцию, да, ну, типа, опять шила. То есть, она до этого была не... Далеко не девственница. Да, далеко не девственница, да. И провела ночь и, короче, получила, ну, короче, вышла в плюсе 950 тысяч тенге. То есть, себестоимость, которая... Хороший стартер. Да, инвестиции 50 тысяч тенге и выигрыши 950. И, типа, прикинь, мы сейчас живём в таком обществе, когда, то есть, цена девственности, на самом деле, если вот так вот конкретно говорить, то это... Миллион тенге? 50 тысяч тенге, да. Да, 50 тысяч тенге, да. Просто... Да, 50 тысяч тенге и просто, ну, короче, кто-то из-за этого там суицидируется, да, а кто-то на этом зарабатывает деньги. Ну, вот, вот, видишь, вот есть смысл... Очень контрастно, короче, у нас в Казахстане. Есть смысл, значит, вот смотри, неужели вот эти все люди, которые вот всякую фигню делают, я не про эту девушку говорю, а вообще, короче, всякую подлость делают в этом мире, короче, неужели они не будут нести ответственность за свои идеи? По-любому? То есть, по-любому человек будет ответственность нести за какие-то свои... Ты сейчас к тому, что будет суд? Нет, я к тому, что надо следить за тем, что ты делаешь, и вот про вот эту девушку обратно, про суицид, вот эти все моменты. Они, может, обхитрят сейчас систему, но это на данном моменте, но все равно конечные цели, все равно их... Ну, все равно они попадутся, короче. В любом случае, это ненадолго, мне кажется. А суицид – это плохо, это, блин, это страшная вещь. Так что не суицидничайте. У кого-то осталась какая-то недосказа, значит, насчет этой темы? Ну, это слишком далеко уйдет, если я буду. Поэтому, мне кажется, дальше. Далеко уйдешь? Ну, я могу... То есть, как будто навязывание уже пойдет, да? Ну, с моей стороны, я начну... Видишь, я буду выглядеть, как адвокат дьявола, который... Ну, ну, ну. Просто по мне это, типа, как сказать... Я сам, на самом деле, не поддерживаю, например, беспорядочные половые отношения, но я не... Я считаю, что я ни в коем случае не должен никак к этому относиться. Ну, кажется, у тебя совершенно нормальный, адекватный... Типа, для меня вот так вот, типа... Типа, есть у меня секс, ну и окей. Самое главное, чтобы девушка была с этим окей, и чтобы у нее не было потом на следующий день, типа, сожалением, бля, зачем я это сделаю. Вот. И второй момент – гештальт, который для себя я еще не смогу закрыть. Типа, я пока что не готов, например, с девственницей спать. Особенно вне отношений. Говорим, вообще, блин, девственница. Это вот жесткая табу для меня, типа, ни в коем случае. Если только она не будет... Если она уже всё, моя девушка, я знаю точно, что я с ней надолго, а, возможно, даже в брак вступлю. Вот смотри, именно очень много популярных таких ситуаций, когда ты думаешь, как пацан, да, типа, ой, я с ней до конца до талого и так далее, да, а потом в жизни такая штука, что, ну, у вас это случилось. Ну, по крайней мере... И вы оба понимаете, что вместе, если вы будете, то это кончится разводом и лучше, типа, а потом девушке жить с этим. А ты уже чайный пакетик. А есть такое общество? Не, ну, по крайней мере, по крайней мере, я это делал в отношениях, в отношениях, как бы. Ну, добавим, ты поймешь. Как еще раз? По крайней мере, мы это сделали, будучи в отношениях. А потом то, что пошло что-то не так, ну, это бывает. Это жизненный опыт. Это жизненный опыт, да. Будучи в блогах, я уже договорился, там, хочу сексолога позвать или продуктолога, да, и об этом обсудить уже более, прям... Профессионально? Да, с экспертами. Но сейчас даже, когда вот эти слова звучат и так далее, у меня внутри, знаешь, такое... Что-то, да, да, да. Внутри, да? Я раньше тоже такую тему сказал. Да, нет, мы просто много говорим, мне кажется, уже про секс. Но видишь, бро, это у тебя такой внутренний блок, сейчас стоит религиозный паст. Да нет, не религиозный паст, просто я этот, устал от этой темы. Нет, видишь, мы же не говорим об этом, типа, с точки зрения поугарать и по... Как-то так поспетничать, да. Мы же обсуждаем о житейской теме. Нет, но это, мне кажется, в то же время тоже это... То есть, то, что Хас говорит, это соответствует современным реалиям. То есть, то, что ты говоришь, типа, конечно, это правильно, да. Даже неправильно, а эффективнее. Но, опять же, посмотрим на такую ситуацию, да, когда есть там, наверное, какие-то семьи, да, которые там у них идёт, всё разрушается из-за сексуальной жизни, да. Это, видишь, они друг другу не договариваются. То есть, у этого не было опыта, и у этого, да, скажем, и они сразу начинают, и, типа, получается, они сексуальные вопросы ставят не в приоритет, получается. Да, да, да. И так уживаются, и живут дальше. Просто, видишь, это проблема даже не в сексе. Нет, это даже не проблема не в сексе, а проблема в откровенности друг другу. Они просто об этом не говорят. Вот просто, знаешь, он стесняется, короче, её, она стесняется, его, короче. И эта тема, она не открыта у них, короче. Они просто должны об этом поговорить в открытую. Типа, что-то у нас что-то не очень, короче, мне не залетает миссионерская поза. Давай-ка я раком хочу, она, допустим. Он говорит, я хочу, чтобы ты у меня в рот взяла, короче. Ну, допустим, да. Нет, это уже просто в натуре, они не говорят об этом. Точно, я не знаю, этот подкаст выйдет или не выйдет. Ещё полезные ссылки. Или сверху вы, типа, такие, что-то слишком много секса. Да, мне кажется, вы ещё вот это слово, она хочет на неё в рот. В начале похочите, типа, в тизер весь. Нет, это самое ценное, что было здесь. Нет, не надо, пацаны, давайте закройте ему секс, пожалуйста, блин. Вот закончим, вот на этом я закончу свою миссию. Реально у них этот, у них недосказанность. Это проблема вообще не только в сексе, в любой. Когда разрушается семья, допустим, или разрушается компания какая-то, в основном вся проблема заключается в том, что люди не говорят, не говорят, короче, друг о друге о каких-то проблемах. Вот допустим, смотри, но есть же такие, допустим, а может у него это, короче, это психологическое же, может в детстве там, это не факт, но, допустим, у него там родители ругались там, и у него воспитание такое, а родители ругались за то, что они друг другу не говорили, короче. Опять недосказанность, типа можно копать, но суть в том, что в закрытости, короче. Допустим, у нас в ужестом какой-то конфликт произошёл, он просто промолчал, так, держи, и там у него вот это вот маленькое ком, короче, накопилось, вот маленькая обиточка такая, да. Потом она вот так вот накапливается, накапливается, и там всё больше, и больше, и больше. Или, допустим, я бы там один раз дверь ему не открыл, он из-за вот такой мелкой её сделал больше, короче. И оно накапливается уже огромное, из-за этого у нас уже конфликты, мы с ним разрушаемся. Сперматоксикоз. Да, сперматоксикоз. Я шучу. Ну вот, короче, из-за того, что люди, короче, просто не говорят об этом. Вот из-за этого, мне кажется, все проблемы. Общайтесь, узнавайте, какая у вас сексуальная конституция, и тогда всё будет зашибись. Переход. Одиночество? Да, значит. Вот в Японии, кстати, у них есть сейчас... В Японии, кстати, это самая стареющая нация в мире сейчас считается. То есть это нация, которая мало рожает и много умирает, короче. То есть, допустим, когда в Казахстане, там, допустим, процент рождаемости и процент смерти, короче, больше рождаемости, чем смерти. Это нормально. Там наоборот, да? А там наоборот, да, там больше умирает, короче. Потому что у них секс, короче, это такое... Внатуре. Ладно, да. Это наша современность, это надо принимать, окей. Короче, ладно, опустим этот момент, они работают очень много. У них есть единственное в мире слово, короче, у японской, это смерть от переработки. Когда ты во время работы умираешь. А кто тебе этот термин сказал? Я это прочитал где-то, и ты мне еще говорил, ладно. Ну, это знаменитая, конечно, информация такая, современная. Да, и для них думать о последующем потомстве, это не в приоритете по сравнению с работой и карьерой. Да, ну, у них это с детства, наверное, заложено, работать, работать и работать. Короче, у них это очень считается престижным. У них, кстати, считается очень стрёмно, если ты толстый, короче. Типа, ну, кроме суммейства. Суммейства у них суперзвезды. Потому что, типа, если ты пухлый, короче, то это значит, ты, короче, ленивый. Если ты ленивый, это значит, непродуктивный. Если непродуктивный, то ты, значит, очень плохой. Короче, вот так. И насчет темы одиночества? А, и насчет темы одиночества. То есть, ты сказал, Япония как-то связана с одиночеством. А, ну, у них очень большая смертность того, что очень много старых людей, они умирают от старости и очень мало рожают. А рожают почему мало? Потому что у них мало семей. То есть, одиноких людей очень много. Очень много одиноких людей и очень много одиноких девушек, одиноких парней. Они очень стеснительные. И у них очень развита хентай, там, порно, аниме-порно, вот это всякие штучки. Я там видел, знаешь, такую штучку, короче. Там у них очень много магазинов с сексуальной тематикой. Да, Кука говорил, рассказывал в тот раз. Да, это вообще просто нереально. И, ну, то есть, прикинь, если человек, типа, ему нафига нужен реальный секс, когда у него там в магазине есть секс-игрушек, короче. То есть, они где-то уже диджитализованы, да? Да, но это же плохо, это же, ну, это не есть хорошо, мне кажется. Я очень много лекций смотрел. Бля, это капец странно звучит. Лекции насчёт? На тему, короче, на тему секса и на тему мастурбации, короче. Хорошо. Как очень вредно мастурбации. Эй, блин, вот ты заметил, короче, сейчас, короче, в наше время очень много вот этой информации. Вылазит там сексуальный потекст, короче, чёлки вылазят там, вот эта всякая фигня, женщины. Ну, это же такие триггеры природные наши такие. Ну, а помимо них же есть ещё какие-то триггеры. Какие? Ну, что ещё так? Ну, это самый лёгкий, за что можно зацепиться? Что ещё так пробуждать инстинкты, как секс? Нет, ну, помимо секса, неужели больше тебе ничего не интересно? Мне интересно, как я не грузишь за себя. Я говорю, что инстинкты, которые у нас заложены ещё. Нет, я не... Таша, да скажи мысль, что там было? Я забыл, он меня перебил, этот молодой человек, гонконгский портной меня перебил. Всё, теперь я не вспомню. Я тоже забыл, я бы тебе помог вспомнить, я тоже забыл. Лекция, там, мастурбация. Лекция, мастурбация. Ай, блин, это не важно. Мне кажется, мы от той темы максимально на полтора метра отошли. Блин, как много секса. Это плохо, потому что что? То есть, если у тебя будет сейчас, типа, какая-то научная сторона и полезная, да скажи, пожалуйста, очень хотелось бы узнать. Да, научная сторона, потому что... Вообще, короче, человек, ради чего ты живёшь? Ну, типа, ты... Что бы ты ни делал, ты получаешь удовольствие, короче. Допустим, ты работаешь в банке, да? Допустим, ты... Или просто в любом каком-то месте, где ты не получаешь удовольствие. Может, ты в банке получаешь удовольствие. Короче, я просто не хочу обидеть банковских сотрудников. Допустим, в какой-то деле ты хочешь быть художником, а ты работаешь в офисе, короче. И ты, чтобы получить удовольствие, ждёшь, допустим, субботы или пятницы, чтобы набухаться, короче. Или ты, короче, допустим, ты художник, ты получаешь удовольствие от того, что рисуешь, короче. Это вот эти вот гормоны удовольствия, эндорфины, которые у тебя вырабатываются, короче, они вырабатываются во время, короче, семи извержений. Вот это кончаешь, проще говоря, да? И ты, когда очень много у тебя этих эндорфинов вырабатывается, ты перестаёшь радоваться обычным вещам. То есть, допустим, когда ты утром проспаешься, ты горячий чай попил с булочкой, короче, это, по идее, кайф вещь. Ты должен радоваться этому. Ну, не капец прям прыгать, но это такие мелкие вещи, которые тебя радуют. Вот в Японии есть такое слово, как оно называется? Икигай. Икигай, вот. Спасибо, молодой человек. Икигай есть такое слово, это которое слово... А что это означает, можно сказать? Это... Смысл вставать по утрам. Да, то есть, жизненный смысл, можно сказать, который тебя драйвит. Да, вот. Допустим, эта булочка, она тебя драйвит. Булочка, допустим, с творогом и горячий кофе, это тебя драйвит. А если ты, короче, очень много, допустим, там передёргиваешь, да, мягко говоря... Секс тебя не драйвит? Не секс, а вообще вот эта булочка тебя не драйвит уже. Я понимаю, типа, это не связано. То есть, у тебя мелкие радости жизни уже, ты от них не получаешь радости. Я вот к этому говорю. А то, что ты не получаешь радости, ты ходишь уже какой-то унылый. Вот. Хас, как твое настроение? Отлично. Ну вот, видишь, значит, у тебя маленький процент передёргивания и хороший процент работоспособности. Вот к чему я это говорю. То есть, смотри, ежедневная мастурбация, скажем, типа, ежечасовую, может быть, то есть, это мешает твоей продуктивности. 24 часа в сутки, come on, успокойся, ты чё? Нет, это, типа, прямую на продуктивность влияет. Да, это влияет. Окей, а на продолжение потомства это влияет? Ну, я это не знаю, конечно, точно. Я не врач, не доктор, но я не знаю. Наверное, может, влияет в какой-то мере. Я не знаю, по идее, честно. Окей, вы сидёте. Просто смотри, когда, допустим, ты работаешь, допустим, я контент-мейкер, да, я создаю контент. И, допустим, когда я делал какой-то контент, или ты, допустим, чё-то пишешь, ты, когда заканчиваешь вот свою работу, ты получаешь кайф. Такой внутренний, типа, уф, я, типа, закончил, всё, нормально уже. У тебя вот этот эндорфин в голове вырабатывается, короче. Или ты можешь, короче, схалтурить, пойти в туалет, взять телефон, короче, и также получить удовольствие. И вот этот путь до твоего удовольствия скоротить, короче. Но лучше, конечно, поработать, попахать и получить легальное удовольствие. Джастик, почему у тебя вербальный язык постоянно связан с этим? Ну, я же по-алладарски. Я не знаю, почему. Одиночество, Япония, мастурбация. Закроем? Закроем, закроем, да. Нет, ну, теперь, если конкретно насчёт темы одиночества, то в вашем понимании, типа, мне интересно, что такое одиночество. Потому что я конкретно сам, да, как творческий человек, и обычный человек, у меня, на самом деле, это часто бывает. То есть, это где-то, не знаю, как к этому надо относиться. То есть, сейчас, я понимаю, что к этому надо относиться нормально. К одиночеству? Да. То есть, раньше я себя очень чисто загонял, типа, куда-то не зовут там твои же, опять же, близкие, да, твои друзья, то есть, к твоё поколение, где все тусят и так далее. Мне кажется, это комплекс уже. Нет, нет, нет. Где-то тебя не зовут, где-то ты сам не ходишь, да, специально. И, ну, по-любому же у каждого бывает в какой-то момент, знаешь, особенно, где, когда такое чувствуется, мне кажется, в какие-то праздничные дни, что ли. Когда такая праздничная феерия у всех. Да, да, да. А в душе немножко это грустновато. Например, у меня, я заметил, каждый Новый год, из-за того, что я не женат, да, вот хочется вот женской теплоты, типа, вот этого, знаешь? Нет, братан, это, знаешь, даже если это научно доказано, что одинокие люди, они умирают быстрее. Это правда. У них развиваются болезни, все же болезни с головы идут, с твоих мыслей. Нет, мы сейчас не про одиноких людей, а про одиночество говорили, но окей. Ну, это, мне кажется, связано же, одинокие чувства и одинокие люди. Да, я вот умираю одинокие. Нет, вот, допустим, одиночество, это, ну, короче, там, я читал это, что там болезнь, допустим, там, желчная, всякие вот такие, поджелудочные, всякие вот такие болезни, они у одиноких людей, типа, чаще развиваются и быстрее, чем у тех. Упочтение, одинокие имеется в виду человеку, у которого нет отношений или одинокие имеется в виду у которого вообще нет отношений? А, ну, я тебя понял, да, с какой-то стороны. Я говорил именно про тех, у кого нет второй половинки, у кого жены нет. А, значит, это то. Ну, мне кажется, знаешь, если ты для того, чтобы перестать себя чувствовать одиноким, тебе достаточно одного человека, по идее. Тебе достаточно твоей супруги и ты уже не одинок. Одинокий – это от слова один, типа, ты сам с собой один. Если у тебя есть второй человек, то ты уже не одинокий, вас двое. Этого вполне достаточно для... Твоя жена, мне кажется, идеальная жена должна быть в первую очередь другом, подругой, женой, ну, там, опять вернёмся к этой теме, табуированной, да, и другом в первую очередь. То есть, она должна тебе заменять всех людей на планете практически. Хорошо, когда... Ну, кроме мамы. Скажем, именно одиночество не в отношениях. То есть, у вас не бывает такого, что вы сидите один и такой думаете, бля, почему? У меня так паут постоянно. Это... Это же нормально, да, по идее? Не знаю. Ну, мне кажется, мне кажется, иногда вот, то ощущение одиночества, которое мы испытываем, оно чуть-чуть такое неоправданное ощущение. Неоправданное? Да, неоправданное. Ну, можешь где-то... Ну, где-то, может быть, мы жиру бесимся, где-то, может быть, мы просто проявили лень и сейчас, в данный момент, в данный час, когда все тусят, а ты один, это потому, что ты в свое время сам не проявил инициативу, не пошёл к нам с кем-то. Где-то, может быть, это одиночество... Ты ожида... когда ты сидишь и ожидаешь просто, да, и сам ничего не делаешь? Ну, может быть, да. Но есть другая форма одиночества, когда ты даже, будучи в компании у людей, чувствуешь себя один. Вот это дерьмовое ощущение, которое я испытывал. Или... В смысле, когда, типа, ценности не совпадают или возрастное... Да нет, вот именно, что все ок, ты находишься в классной компании ребят, с которыми у тебя такой вот вайб... Знакомый, близкий. Очень хорошие знакомые, близкие, у вас ценности близкие, очень близкие друг к другу. Но все равно какое-то вот внутри ощущение дискомфортное, как будто ты один, что тебя там чуть-чуть не понимают. Вот там я еще не разобрался, это я просто так загоняюсь и хочу чувствовать себя особенным, поэтому я такой одинакий. Или я реально одинакий, ну вот, мне с этим не разобрался. Это нормально. Мне кажется, я просто иногда офигеваю. А там есть, типа, разница мировоззрений, кругозора и так далее. Ну, конечно, есть мы разные по-любому. Но в целом... Но это не основное, То, что... Нет, далеко не основное. Мне кажется, пацанам во всем нужен баланс. Мне кажется, лучше испытывать такое чувство одиночества, чем чувство толпы. Допустим, есть же такие пацаны, которые без толпы не могут двигаться. Есть же такие люди, которые всегда толпой, он, знаешь, он там что-то все говорят, он типа, да, да, а он даже не понимает, что там все кричат за то, чтобы там были против женщин, да, допустим, он просто крикнул, да, да. Просто он из-за того, что толпы, он так потерялся в толпе этой, и у него чувство индивидуальности пропадает уже, статный инстинкт. А в этот мир мы приходим одни, вот ты один, и уходим одни. То есть нам надо быть готовым ко всему, короче, и мне кажется, вот это вот, ну нельзя перебарщивать тоже слишком там, ой, я одинокий там, хэлло, она умна. Тоже какой-то нужен чуть-чуть баланс какой-то. И для баланса, мне кажется, достаточно вот супруги, братан. На туре жениться надо, пацаны, серьезно. Сейчас пойдем до баб после этой передачи. Там хорошие девчонки нас ждут в 3 часа ночи. На туре мы так загоняемся еще, потому что мы очень поздно записываем. За счет Европы, кстати, есть интересно что-то? Ай, блин, там у них какая-то тема, блин. У них такая система образования, они 4 дня учатся, прикинь. Недельник, вторник, среда, четверг. И пятница, суббота, воскресенье они отдыхают, короче. И я учился в Польше полгода, у них есть такая система, во время весенних каникул, у них наступает неделя игры, называется. Игры? Игри. А, Игри. Игри называется. Это, короче, когда наступает, это в Польше, по всей Польше она проходит. Это как науэрис, типа, с юга до запада, вот так полностью, вот так же идет у нас, или с запада до юга. Я точно не знаю, простите меня, ребята, мне стыдно. И этот, но у них такая тема, короче, тоже, так же, от одного конца страны до другого конца страны, вот этот фестиваль Игри проходит. Это когда весной начинается теплеть, уже кашканадский, это все начинается, у молодежи, они на неделю закрывают все университеты, прикинь, это такие, такие каникулы, короче, посреди весны, и это неофициально, то есть, не то, что неофициально, это нет определенного времени, каждый год по-разному, типа, в этом году началось тепло 22 марта, короче, они делают игры 22 марта, а я как раз попал на сезон, когда эти игры были, и то есть, в первые, первые три дня, это неделю проходит, первые три дня, они чисто, короче, занимаются спортом, у них там, с утра до обеда они бегают, там, второе, это делают, и уже с четверга по воскресенье, они, короче, беспределят, у них, короче, такой маленький хэллоуин, наступает, где, короче, допустим, испанцы, ну, не знаю, где я был, там были испанцы, они одеваются в испанское, там, в тележку, в испанское, ну, знаете, знаменитую испанскую одежду, торе, одоре, короче, тележку для супермаркета, они из неё делают, короче, быка, типа, вперёд, там быка стоит, она умная, там, мексиканцы, как мексиканцы одеваются, казахи, как казахи, короче, там одеваются, короче, все-все в разной одежде, и, а эти сами местные поляки одеваются, как скуби-ду, там, привидения, короче, и прикинь, в город выкатывают, вот тупо, короче, ну, базара нет, они делают плохие вещи, бухают, там она умная, но, тем не менее, они, типа, за эту неделю, они отрываются по полной, короче, они вот эту, всю энергию, которая тут у них вся, внутренних кипит, они всю, короче, в эту неделю вытаскивают, вытаскивают полностью из себя, и потом, вот эта неделя проходит, и они все начинают учиться, короче, нормально, а у нас же весна наступает, ты, блин, хочешь на улицу, видишь, у тебя что-то какое-то, есть же такое чувство, а они хоть это вот это берут, они этот, за одну неделю выпускают, потом все, они опустошенные уже, у них чисто голова уже думает о учебе, вот эти все кайфы, все они за неделю оставляют, и все учатся, ну, мне капец вот этот опыт понравился, а почему это плохо, то что они там курят, или пивают, они же как раз такие, сублимируют всю эту энергию, с приходом весны, нет, это, конечно, хорошо, но в целом, конечно, ну, короче, они бухают прямо в городе, короче, то есть, у нас бы это не про канала, а они прямо вот так, типа, ты идешь вот так на улицу, тупо, и прикинь, где-то, там деревня такая небольшая, как наша Ахсу, вот в Павлодарской области, есть город такой Ахсу, а ты с Ахсу, вот как Ахсу, представь, и вот в этом городе, где-то 30, 15-30 тысяч студентов, вот так все на улице, ты вот так выходишь, и они тупо идут с бухломом в руках, короче, они телек через окно выбрасывали, у меня фотка есть в инстаграме, где, этот, где они с окна голые тёлки, вот, ну, это игрушечная голая тёлка, когда это начинается, еще раз? Это начинается весной, вот, сейчас это, кстати, началось, походу, у них, вот, прямо сейчас, вот, сейчас уже тёлка голая висит, походу, из окна, они делали скульптор большого, ну, опять в этой теме, ну, то есть, у них полный беспредел, они за эту неделю, конкретно, колбасятся, жесть, они шашлыки на улице, кстати, вот это не фиговая тема, почему у нас в Казахстане, не делают барбекю, мне капец, там понравилась такая тема, вот, я жил в общежитии, с общаги выходишь, и прямо вот во дворе общаги, у них стоят эти, маленькие барбекюшки, вот эти вот, мангалы, да, мангальчики, да, мангалы такие стоят, и они там шашлыки жарят, и так опять же тема, блин, почему у нас не делают мангалы, по идее, можно это делать, просто у нас это, ну, типа, не развито, не то, чтобы не развито, а просто не завидено, так делать, и поэтому не то, это вообще, ну, хотя бы возле общежития, типа студенты сами, мы сами скучно живём, на самом деле, да, мы очень, мне кажется, я, например, в любой посиделке, например, когда я сижу с друзьями, либо с родственниками, и так далее, мы, у нас всегда один формат, там, конфеты, мафеты ставят, и так далее, да, а я, я хочу всегда интереснее, то есть, я какой-то, типа, не знаю, если, то есть, я вождь этого застолья, да, то есть, то давайте сегодня без тостов, давайте поменяем на что-то другое, а что бы ты сделал, например, конкретно, каждый раз по-разному, то есть, зависит от настроения, и кто, кто, что думает, и как хотят, то есть, типа, застолье превращать, превращать во что-то интересное, потому что, то есть, это же в наших руках, по идее, опять же, почему меня обсмеяли мои пацаны, когда я там спросил, типа, что, в стейки будем хавать? Типа, долбую сумму, типа, конечно, беши, короче. Это когда? Это вот я с Малайзии сразу прилетел, а там у нас эта тема барбекю, и так далее, это тоже развитая идея. А, ну вот тем же барбекю. В барбекю общаешься, стоишь, да. блин, бай бешеный, по идее. Да, еще на улице. А у нас еще там бассейн там стоит, понимаешь, типа, вообще классно было, да. и мы тоже самое, по идее, можем сделать. То есть, меня очень сильно прикалывают люди, которые живут в Астане, но ведут себя, как будто они живут в Америке или в Европе, то есть, не то, чтобы бухать и так далее, да. То есть, образ жизни такой, то есть, у них нету стопов, типа, если там мы позвали гостей вот так, это должно быть по обычаям наших родителей обязательно. То есть, такого у них нет, то есть, я тоже самый примерно этого поддерживаю. Мне кажется, вот традиции, они должны оставаться, да, в какой-то мере. Но мы сможем апгрейдить. Да, да, нет, я к тому, что, допустим, какие-то традиции должны оставаться, но, типа, они не мешают, вот как барбекю, типа, мы можем так же выйти на улицу, сделать барбекю. Допустим, у тебя день рождения, да, завтра. Мы там можем не пойти в клуб, да, нахерачиться. Мы можем пойти на улицу, нахерачиться, пойти типа барбекю, короче, замутить на улицу, знаешь, такой, вайп такой, нефиговый такой. Вот как, или, допустим, ты же говоришь, за столом вот сидят же, ты говоришь про взрослых? Да, да, для меня просто, вот, наши взрослые застолья, да, то есть, это очень душевное такое, но санформат. Но это уже не поменяешь, братан, именно вот старшему поколению уже не поменяешь. Знаешь, вот мне... Но это же перетекает на наше. Нет, но смотри, вот сейчас, вообще другие. У них мышление совсем другое, короче. И я не думаю, что у них будет точно так же, короче, как и у наших родителей. Сейчас поинтересуюсь, сколько девчонок могут, короче, этот, казаху юна, как это, не пошить, а правильно, не порисовать, я даже не знаю, как это назвать. У юна, вернее, это, короче, ордаментировать, скажи. Да, ордаментировать, я не знаю, как это назвать, короче, сделать. А раньше бабушки специально учили своих, типа, дочек, а дочке, вот это, это прям шло. А сейчас вот это теряется, вот эта связь, короче. И мне кажется, чуть-чуть надо это оставлять, потому что вот как в Японии, братан. Япония, это страна, которая есть, где есть традиции и где есть, короче, технологии. Где там 98% живёт местных японцев и 2% это приезжие. И у них есть город Киото, это типа, вот там до сих пор гейши ходят, короче, по городу. Ты увидишь, там люди живут в маленьких таких японских хижинах. Есть Токио, короче, это прям такой город, мегаполис, где он в пятёрку городов, типа, мегаполис от мира входит. Ну, типа, Токио, Токио, там Нью-Йорк, Париж, Лондон и Астана, да, допустим. Шучу, я в Лондон туда не входит. И у нас тоже так может быть, типа, у нас может быть Киото такой, знаешь, традиционный казахстан, чтобы он остался, чтобы мы не забывали свои традиции, потому что это же история, это неуважение к своим предкам, я считаю. Там прям совсем забыть свою историю, там, Ки-Ги-Зи, вот эти все вещи оставить, в любом случае. Так что, где-то, ядмены в какой-то мере, да, не полностью, но где-то они правы, в какой-то, они просто видят через свою призму, вот это вот, наши действия там, какие-то. И где-то вот это оставят современные, то есть, вот как барбекю, вот такие вот темы, чтобы они как-то потихоньку перетекали в это. Мне кажется, это всё-таки происходит потихоньку, но мы, как люди творчества, да, как люди немножко, которые могут на это воздействовать, мы можем этот процесс чуть-чуть ускорить и сделать его правильным. Ну вообще, то есть, опять же, если возвращаться к этим миллениалам, да, и то есть, это мы, и вот, ну мне кажется, даже вот это вот поколение миллениалов, оно делится на два, то есть, наши, да, ладно, начнём с 83-х и до 90-х, наверное, первых, 92-х, наверное, где-то так, есть ребята там, 95-й, 4-й и выше, да, у них, мне кажется, то есть, сама актуальность, вот то, что ты сказал, там, традиции и так далее, не только это даже, религия, где-то суеверие и так далее, для них это не так уж важно по идее, и мне интересно, почему, типа, это хорошо или плохо? Это сталкивание двух миров, это, смотри, наши родители, да, вот смотри, мы живём в очень интересном поколении, это бабушки, которые, бабушки, прадедушки, очень старшее поколение, которые жили до СССР, да, вот это, когда в Казахстан пришёл, потом родители и бабушки, которые жили во время СССР, это мы, вот это посередине, которые остались после развала Советского Союза и жили в 90-е, и сейчас поколение, которое родилось в мирный конец 90-х и начало 2000-х, то есть, это 4 разные эпохи, вообще разные эпохи, и прикинь, у каждого свой взгляд на мир, короче, один по-сталиновски видит этот мир, короче, ну по-советскому, типа, ему главное еда, чтобы дома была, короче, там, квартира была, и там, дети были сыты, а у одного традиции, чтобы были, короче, чтобы тоже живы были, и у третьих, у нас, короче, такая нейтралка, мы как бы хотим и этого, и этого, короче, и вот эти вот 2000-е, они, которые там, типа, не все, я говорю, не про всех, с которыми я сталкиваюсь, по крайней мере, и которых я вижу, и они такие, у них более ультрамодные, и у них вообще, короче, мировоззрение совсем другое, и мне кажется, они вот, все четверо, ну ладно, скажем, три поколения, они не могут друг друга, короче, понять, одни говорят им это, короче, другие это, короче, и они, все друг друга считают тупыми, да, да, ну грубо говоря, так, а по сути нужно найти какой-то компромисс такой, вроде бы нейтральность, ну это по идее, норма эволюции же по идее, ну по идее, да, но, то есть, то поколение думает, что те недальновидные, то думают, те думают, что вот эти глупые, кстати, эти вопросы, на самом деле, мне кажется, решаются, когда есть некая, во-первых, культурная идентичность, есть общность национальная, какая-то, ну это может быть громко звучит, но какая-то идеологическая общность, у меня вот, одноклассник, он прожил где-то 3-4 года в Японии, он говорит, что там, как у нас, пропасти между ребятам, которым сейчас 15-16, и типа нам, которым 25-26, там такое пропасти нет? нету, нету, реально нету, потому что, они даже с деканом, я говорю, я был свидетелем того, что вот, когда я поехал в этот Киоту Юнверсити, мой декан, он сидел со своими студентами за одним столом, ты у нас видел когда-нибудь такую картину, они могут сидеть, если там их фотографируют, они вот так сядут друг к другу, или, нет, это бывает, но в редких случаях, а там прям, знаешь, у них, ты прям видишь, что у них вот такие вот отношения, и они там за одним столом кушают, короче, то есть это прям вообще вот такое. При этом это очень иерархическое общество в Японии, и, к примеру, по карьерной лестнице, твой карьерный рост очень сильно сопоставим, релевантен твоему возрасту, ну, типа в 25 ты не станешь главой целого департамента, даже если ты тянешь на эту позицию, но с другой стороны, культура настолько, выравнивает вот эти вот, скажем, возрастные градации, что ты в свои 25 получаешь то, что ты должен в свои 25. Это такая вот идеальная форма некоего капиталистического социализма, где, несмотря на сильную иерархию, ты получаешь то, что ты должен получать в свой возраст. И при том, что общество очень иерархично выстроено, такой культурной пропасти между там, допустим, 15-летними и 25-летними, ее нету. У них есть, потому что есть культурная общность, какие-то идеологические ценности, идентичность. И, ну, вот мы, например, типа чай пьем, это так по-казахски, мило очень. Да, потом вот у вас ДРТ, отбивка, музыка, кто-кто, я поеду? ДРКУРПЕ. Вот. Ну, как бы, ты, может быть, даже не знаешь слов, но вот эти мотивы, они какие-то такие казахские, да? То есть, ты слушаешь, и вообще, вся эта атмосфера, да, мы здесь говорим по-русски, но в целом, это все очень выглядит на таком, на современном, знаешь, такой... Стильный казахский. Такой современный казахский вайб, что ли? Стиль. Стиль, да. И вот, вот эта, вот эта фишка, которую можно, не то, чтобы нехорошо говорить, навязывать, а популяризировать, когда есть что-то свое, но оно современное, современным пошивом сделано, типа такого. То есть, вот эту культурную общность, чтобы не было пропасти, чтобы мы не были слишком инопланетянами друг от друга, не только по возрастному признаку, но и там по признаку того, что мы, возможно, испытываем, то есть, исповедуем там разные формы религии, не знаю, там с разной интересой, там для кого-то секс это плохо, для кого-то это нормально, да? Нет, секс это нормально. Да. Беспорядочный секс. То есть, когда есть культура определенная, есть некие правила игры в обществе, которые понятны всем и они предсказуемы, тогда вот этой пропасти нету и не будет слишком открытого явного конфликта между поколениями, который есть сейчас. У нас нет на самом деле конфликта, потому что мы все конформисты, и когда нам старшие говорят, мы в основном просто слушаемся, мы такие, да, да, ладно, ну или там по-своему потому что мы в основном конформисты, а вот те, кто помладше, вот они уже такие, не то чтобы им похуй, но... Да пофигу им этой молодежи. Они просто в принципе нас не понимают, потому что они уже выросли по-другому. Это западонизация, да, как это правильно назвать, я не знаю, это западное влияние, короче, вот как на нас влияли американский пирог, типа вот эта девственность, это плохо, так же на них, а сейчас на них, прикинь, какая двойная, там же вообще этот Lil Pimp, да, нет, Lil, который вот этот, вот этот трек его, знаешь? Почему? Lil Pump, да, бля, внутри как старпёр какой-то, Lil, Lil, Lil Pump вот этот, у него вообще в открытой, у него в текстах поётся, типа drugs, 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 там вот этот трек есть у него, один из свежих, он прям в открытую пропагандирует наркотики, короче, прям в открытую уже, не стесняюсь, а сейчас, а вся музыка, вообще музыка, всё, что мы слушаем, всё, что мы видим, это подсознательно влияет на нас, здесь такая вещь, как нейронический. Не, ну смотри, в Казахстане же тоже есть исполнительные, которые там, ниги-нига там поют. Ниги-нига? Ну, очень, наудовая баха-балдота. Да, ниги-нига, это, видишь, это такое, это, во-первых, трава, она ещё более-менее завуалирована, более-менее. Ну, да, да, а там прям в открытую, и, короче, суть нечего, да, хотя, запусил, знаешь, нет, качели, да, вот это вот. А чё такое качели? Качели это состояние этого... Кумары? Да. When you hide. Да, а на английском тоже вот так, типа, smoking weed. No, 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 no. Doing stuff. Конкретно просто. Я сейчас к чему, можно я тебя перебью? Нельзя. Нельзя. Ладно. Шучу, шучу, перебью. Я когда слышу, что термин западное влияние, я уже такой, типа, дальше можно не слушать. Почему? Потому что западное влияние априори значит плохо. Нет, почему? Есть хорошее, есть хорошее влияние. ну, то, что мы говорим, в основном, да. Ну, мы выросли на американском пироге, я не видел американский пирог, я его не смотрел. Это, как бы, право выбора. Я не смотрел американский пирог. Нет, зато я смотрел другие вещи, которые американская, западная, прогнившая культура, не менее, нет, 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 согласен с тобой, западная, у них есть нифиговая, типа, в любой вещи есть классная, в любой, даже, даже в фильмах старше 18+, есть какой-то, типа, хорошая, какая-то вещь, типа, ты можешь использовать это в практике, да, в любой вещи есть какие-то, типа, хорошие моменты, которые ты можешь себе взять, но я к тому, что вот сейчас, было же про поколение, типа, вот про разницу в поколении, ты говорил, всегда такое, всегда это есть, не всегда, там, где я учился, в этой, гливице, в маленькой деревушке, в одной общаге, это в Польше, да, в маленькой деревушке была общага, такая 12-этажная, и в этих общагах студенты курили со своими, траву курили причём, со своими этими вахтёршами, а вахтёрши, ровесницы наших вахтёрш, то есть, прикинь, 70-летняя тётя Настя такая, допустим, да, сидит, тётя, тётя, тётя Зина, да, тётя Зина, тётя Зина, чем Настя хуже Зины, нет, но это стандартная, допустим, тётя Зина сидит, короче, и курит косяк, короче, с Иваном, с польским Иваном, они сидят, курят косяк вдвоём, и я когда первый раз это увидел, у меня вообще, чуть-чуть, такой, мозг чуть-чуть зарос, типа, тётя Зина, тётя Зина, тётя Зина, оно мне ещё поняло, прикинь, такой сидит, и они вдвоём сидят, косяк курят, потом я сидишь и захожу, а они пиво, короче, ну, типа, глотают, и мне кажется, чуть-чуть вот это хорошо, это и должно у нас оставаться такое уважение, короче, к старшему поколению немножко, что ты, ну, с этой стороны привёл, а оно разве у нас не наигранное, не натянутое, вот, вообще, некое отношение, оно же больше лицемерное такое, сигареты стреляешь, короче, ты за это деньги получишь, короче, они дорогие, да, они дорогие, во-первых, но, и во-вторых, это вообще там нету такого понятия, типа, даже когда ты здесь куришь сигареты, ты же сначала там кому-то подкуриваешь, типа, такой, есть такая солидарность, ну, я не знаю, как у вас, короче, но у нас так было, но ты же говоришь не всегда, ну, реально не всегда, ну, в большинстве случаев, короче, допустим, я говорю про элементарные вещи, типа, сигареты он тебе подкуривает, он тебе, у них, короче, в себе есть, короче, такое, я к тому, что не все надо это оттуда перенимать, только хорошие, лучше, только хорошие, эффективные, молодой человек не зря очки одел, ты правильно говоришь, ты только что насчет лицемерий говорил, я к тому, что вот эта вот, некая, некая стена между поколениями, типа, там, ну, бывал же такой, ну, просто, я старше в семье, например, но по материнской линии, у меня там много братьев есть, старше меня там на три, на пять, на семь лет, и вот до поры до времени есть некий такой вот табу, или там, нужно дорасти до определенного возраста, чтобы твой старший брат при тебе уже позволял себе там пить, материться, короче, и так далее, но до этих пор у вас, типа, некая такая блокада такая, для, в которой для тебя старший брат, это некий образец, такой батыр, короче, то он такой весь правильный, все его любят, но его еще нельзя узнать таким, какой он есть на самом деле, ты потом его узнаешь, когда тебе становится, типа, а-ля, 17-18, только потом ты узнаешь, он тебе позволяет увидеть себя таким, какой он есть, там, пьющим, курящим, матерящимся, и так далее, то есть, то есть, вот эта вот, наигранная, некая, субординация, не в том месте проявляющаяся, она мне кажется, влияет, идеальным для 17-18, ты потом только узнал, что он ходит, или ты знал, ну, про вот этот образ жизни его, ну, я действительно, для меня, там, допустим, старший брат, я думал, что он, там, блин, капец, он, короче, он чуть ли не наравне с моими, там, дядями, там, отцами, да, потому что он такой весь серьезный, на людях он такой, как бы, для него улыбка, это было нечто таким, знаешь, чем-то очень редким, как будто если он улыбнется чуть шире, то от этого потеряется некий, сакральный смысл казахской улыбки, а тут оказывается, что он такой же мужик, такой же нормальный пац, у него такие же слабости, он тоже умеет быть слабым, он тоже умеет, там, жаловаться на жизнь, и все такое, нормальный человек, и вот это вот, типа, я к тому, что ничего страшного, в том, что ты можешь пойти со своим профессором, выпить пивка в баре, нет, это ничего страшного, конечно, нет, но покурить с тетей Настей, это, конечно, немножко для меня, такое, Настя моложе, стопроцентно, Зина, ладно, Зина, вообще, важно быть искренним, да, самим собой, да, наверное, что вообще думаете, надо ли жить, в каком-то самообмане, то есть, какую-то процентность, надо ли допускать, чтобы ты, как инструмент, чтобы какой-то вот, на короткой дистанции, что-то быстро добиться, мне кажется, нужно, я использовал инструмент, этого самообмана, чтобы какую-то вот боль, быстро как допинг, знаешь, как анти... Чтобы быстрее обойти, короче, да, как обезболивающее принять, какая-то личная обида была, там, не знаю, или я когда там развод переживал, я там, ну, по-любому плохо человеку, но я там бравировался, искусственно делал вид, что, типа, у меня офигенно, да, все фигня, короче, и там загружал в себя работы, брал на себя какие-то левые дураки, там, ненужные проекты, потом я начинал влазить, загонялся, влазить в ненужные отношения, короче, чтобы демонстрировать во всем в себя, что у меня все классно, и вот этот допинг, он сработал, я такой, там, не парился, не страдал, ну, там, да, я там выпивал их, тусил, да, но я вот этот момент, который я должен был нормально переболеть, выстрадать, и потом дальше идти, я его пропустил, таким допингом, но болезненный как бы фактор не ушел, и он засел где-то вот внутри, и потом некоторые определенные болезненные моменты, которые я пережил из-за развода, они потом у меня сказывались на каких-то жизненных моментах, где-то при принятии решений, там, при следующих отношениях, то есть это у меня как боль осела внутри, как бы спазмы ушли, типа, симптомы, но боль осталась, а вот если бы я не загонялся бы, все быстрее бы по идее прошло до скорейшего, ну, типа, я бы лучше выстрадался бы, а потом бы уже прошло, не давил бы, короче, внутри себя, но на тот момент, это было эффективней, то есть я сейчас не жалею, потому что тогда, я не хотел раскисать, я не хотел тратить время на вот этого, поиски, в чем же была проблема, мне проще было принять тот факт, докатись все к черту, я красавчик, это вы все пидорасы, а я такой красавчик, типа, жизнь еще получится от меня, пиздолею в ответ, и я пойду ебашить, короче, ну, такой настрой был, на тот момент это было эффективно и правильно, вот, но оно просто мне, как бы, оно обязательно даст тебе, оно с тобой сыграет еще в ответ, это как в этом оскаровском мультике, который Оскар и получил уже, разные эмоции в голове, смотри, нифига, там грусть была, типа, и ее все время гасили, гасили, и, короче, в конце, типа, такой смысл был мультфильма, типа, грусть должна быть в человеке, короче, это естественная эмоция человека, когда он грустит, короче, не зря же у нас есть эта эмоция, типа, грусть, значит, она для чего-то существует, типа, в какие-то грустные моменты, ты переосознаешь некоторые моменты. Да, поэтому меня бесит люди, которые настроишься позитивно, думаю, позитивно, я хочу, хочу, на позитиве, я хочу ему сказать, да пошел ты со своим позитивным вещью. У меня такая, у меня такая, ладно, я не хочу говорить про сокурсницы, а то они посмотрят это видео. Так вот, короче, ты к вопросу о самообманах, как инструмент, чтобы чего-то добиться на короткую дистанцию, я думаю, что это надо. Но опять же, как это человек себе говорит, это самообман, или же он просто настраивается на нужный лад, да? Это же не самообман, это же настройка. Не, как бы здоровый, адекватный человек, когда он понимает, что он делает сейчас то, что не совсем характерно для него. Характерные хлопки. Обычно просто, скажем так, да? Нормальный ситуация, ты бы так не поступал бы, но ты так делаешь. смотри, смотри, есть в нашем обществе, да, у меня, у дома, ой, то есть, в моем окружении люди, кто-то агностик, кто-то атеист и так далее, да, но там, когда у нас дома сидят, храмбахстайд, холзаяд, астрахамбайлэмбисны и так далее, они все вот так делают, хотя до конца не верят, например, да, у кого-то есть вопросы, да, но они все делают это, потому что все делают, то есть, где-то они неискренне с собой, то есть, ну, это, наверное, если с этой стороны посмотреть. Мне кажется, это формальность, из-за формальности, где вот, типа, знаешь, типа уже как традиция, да? Да, ну, допустим, когда гимн играет, типа, не каждый хочет, наверное, не у каждого чувство патриотизма играет, допустим. Не, это, мне кажется, чуть-чуть другое. Вот именно больше насчет искренности, если брать. Ну, когда ты на Алимпиаде, ты прям искренне это делаешь, потому что ты прям, ты реально за Казахстан топишь, типа, все дела, или, допустим, когда ты свою страну представляешь, ты прям реально, а, допустим, ты какой-то работник, да? Ты едешь в автобусе, например? Да, ну, в автобусе, я еще не видел гимна в автобусе, но, допустим, в автобусе, и тебе надо просто, и ты просто это ложишь, короче, из-за того, что... А может... Если включат, то долго не сделают, мне кажется. Нет, пусть... Ну, не австралиист, австралиист, тут фиг, конечно, у нас Казахстан не стоит. ты примерно понял, да, мой вопрос, о чем я говорил? Ты сейчас такой интересный пример, по идее, привел, что я не понял, короче, что я хотел услышать, или понять. Ну, если ты насчет этой, религиозной именно, то даже если, смотри, даже в самолете, когда в самолете падает, то все начинают молиться Богу уже какой-то такой... А это искренне? Это уже искренне, да, это уже настоящее. Это уже читерство. Типа, ты всю дорогу не верил, и ты такой, ну, уже как бы выбрал, была-не-была, дай-ка я помолюсь тебе. Нет, ты не думаешь, была-не-была, ты в этот момент, ты искренне прям просишь, стопроцентно ты просишь, это стопроцентно искренне. Ты просишь искренне, но само поведение считается искренним? это уже... Наверное, это уже да. Это какое-то читерство. Ты типа всю жизнь жил так, либо у тебя на расслабоне уровень твоей религиозности, либо этого вообще не было. А потом ты такой раз уже понимаешь, что все, жопа. Вот. И такой, начинаешь молиться. Ну, это, по-моему, уже... Что-то такое странное, да? Да. А почему, интересно, он начинает верить в самом конце? Это тоже интересно. Ну, от безвыходности, наверное. И, кстати, я не думаю, что в этот момент прям такая искренность пробуждается. Это уже... Ну, у кого-то действительно, типа, боженька, спаси. По-моему, у некоторых это уже просто от ощущения, что... что хоть что-то сделать от тебя зависящее, чтобы что-то поменялось в данной ситуации. с такой стороны, потому что, что еще остается делать, кроме как молить нечто или некто кого-то о том, чтобы ты, возможно, убирался от беды. Подбежать к пилоту и сказать, у тебя получится. Одна женщина же выжила, слышали, да, такое? Единственная женщина в мире, по-моему, больше полутора или двух тысяч метров, короче, очень высоко, стюардесса упала в 60-каком-то году, можете прогуглить, по-любому кто-то прогуглит, она прям упала, зимой, по-моему, это было, еще не на воду, короче, а на землю и выжила прям. Еще у нее все тело, короче, все нормально с ней, она ничего не сломала, там, то есть ходит двумя ногами, руками. можно? Да. Нифига себе. Это прям, это прям... Но все остальные умерли. А все остальные умерли, да. Прикольно. Ну как? Ну я подытожу, да, примерно, мне кажется, уже время такое. Да, было бы. Короче, что я думаю насчет смысла жизни? А вы еще ответили, кстати, вот вам по 26, по 27 лет? Вот, да, кстати, давайте вот так вот подытожим. Что для тебя смысл жизни? Очень интересный вопрос. Ну, мне кажется, каждый человек в этой жизни типа для чего-то создан, у каждого есть своя цель, которую мы должны выполнить. Типа там, у президента там определенная цель, что он должен жизнь делать, у матери там определенная цель жизни. Типа у меня, у меня тоже есть какая-то определенная цель, я как человек, который там кручусь в этой сфере, в сфере творчества, я тоже должен сделать определенный вклад в этот, в эту сферу деятельности, чтобы осталось, чтобы после меня, меня если не станет, то есть, когда меня не станет, чтобы мое дело работало дальше за меня. Типа как этот чувак, который создал динамит, у него сейчас в честь него эта премия, как это премия называется? Нобельская премия, вот, в честь него осталось, но его давно нету, а премия до сих пор существует и выдающимся ученым его деньги от его... Оставить за собой то, что будет продолжаться столетиями, веками, да? Ну, не знаю, чем больше, тем больше. Какое-то наследие, короче. Наследие, да. Это и есть смысл жизни, по-твоему? Ну, у каждого... Один из моментов, да, таких. Ну, блин, смысл жизни, это, конечно, такой вопрос, знаешь, для мусульманина, для всех, ну, вообще, вообще, короче, смысл жизни очень такой, знаешь. Служение Господу. Ну, да, это один из важных, это надо благодарить Всевышнего, и каждый день надо благодарить Всевышнего, на самом деле, за то, что мы имеем. Прикинь, как ты начнешь ценить жизнь, когда ты начнешь благодарить Господа, Бога, Аллаха, Всевышнего, за то, что ты имеешь. Вот это реально, ты не ценишь вот этот вот чай, который ты пьешь каждый день, по идее, не ценишь, что ты просыпаешься, что ты живешь, блин, прикинь, кто-то там, кому-то там не так хорошо, как тебе сейчас, по идее. Если ты начнешь ценить этот момент и начнешь благодарить Всевышнего за то, что ты имеешь, твоя жизнь станет для тебя в два раза лучше, по идее. Да, в 10 раз лучше, я не знаю, в сколько раз, но ты начнешь осознавать мысли о смысле жизни. Да он все сказал уже, этот молодой, умный человек. Ну, то есть, ты точно так же думаешь? Нет, не так. Но, на самом деле, мы все, по-моему, мы все думаем, на самом деле, все одинаково, просто разными словами, инструментами, разными словами, и мы мыслим переработками друг друга. Я просто такую вещь слышу, что ты, это средняя, типа шести твоих самых близких людей, с которыми ты там постоянно, пять, тесно, ну, пяти, ладно, это не суть важна. Это очень важно, ребята, очень важно. Так вот, мы все, мне кажется, немыслим оригинально, просто мы можем выдать что-то оригинальное, переработав из внутренних переживаний, опыта, знаний, каких-то вещей, которые мы убережили, приняли. Вот, и если, вот, и моя переработанная мысль в том, что смысла жизни нет, ты его просто сам ищешь. Но большинство вот этих вот, созданных искусственно обществом смыслов, типа, разбогатеть, стать знаменитым, остаться в истории, завести семью, расти детей, и так далее, это все искусственные такие смыслы, которые дополняют некий твой икигай. Но искренне, настоящее, истинное твое предназначение, некое, если оно вообще есть, в том, чтобы ты искал свой путь. И весь вот цикл жизни, начиная с детства, отрочества, юность, взросление, зрелость, это весь всегда твой поиск, а вместе с поиском это и анализ ошибок, это некое делиться знаниями и так далее, и тому подобное. То есть весь вся жизнь, весь смысл в том, чтобы искать. Ну, у меня добавить нечего, по идее. То есть я согласен не с тобой, и с тобой. А, можно еще одну такую, знаешь, пьес? Мне кажется, это еще, знаешь, это же типа промежуточный этап, это жизнь, если так посмотреть, типа это испытание, короче, вот я так смотрю еще на эту жизнь, что это жизнь, испытание, короче, которое каждому человеку дано в этом мире, и он там ты веришь в жизнь после смерти. Конечно, это правда, так есть, прикинь, то есть в смысле, вот ты живешь, ты можешь в любой момент умереть, вот ты можешь просто тупо завтра не проснуться, и прикинь, ты умер в 23, но неужели типа вот это вся была, типа в этом была вся жизнь, что ли, умереть типа в 23, или в 27 ты можешь умереть пасту, или в 20, или в 18 вообще, короче, и типа ты можешь, это не от тебя зависит, тебя может машина сбить, еще что-то, короче, ты можешь просто тупо отравиться, короче, от какой-то еды, там могут, прикинь, в воду, в воду какой-то химикат налить, или там еще зубная паста может быть просроченная, прикинь, ну всякое может быть, и я не верю, что вот так это взять, и все, ты ради этого всего жил. Я думаю, это жизнь, это испытание такое определенное, которое тебе дали, чтобы ты прошел, и на нас Всевышний смотрит, как мы поступим в той или иной ситуации, допустим, все в принципе предопределено, то есть не о чем шалеть, допустим, когда ты что-то сделаешь, но наступают в жизни моменты, когда у тебя остается выбор, стоит выбор, типа, как поступить, типа вот так, или вот так, короче, и вот тут у тебя наступает, то есть, твой решающий момент, как ты поступаешь, и такой выбор, он не один, их очень много там поступает, по мере твоей жизни, сколько ты живешь, только и твоей жизни поступает таких моментов, и мне кажется, надо грамотно просто прожить эту жизнь, чтобы потом, когда ты будешь отвечать за все свои деяния, а я уверен, каждый из нас ответит за то, что мы делаем, и я отвечу за свои слова, и он за свои действия, и все мы ответим, и чтобы завтра было как можно меньше таких всяких вещей, а чтобы, допустим, если вдруг ты дофига что сделал, и ты думаешь, типа, блин, я все уже, то есть, то твои благие деяния стирают плохие, и всегда у тебя есть шанс попросить прощения, у Всевышнего, конечно. Спасибо, господи. меня сейчас прикалывает, знаешь, я очень много начал задаваться этим вопросом, начал прям серьезно думать насчет, есть ли, нет ли, насколько это, и так далее, вот это все, и я думаю, насколько вообще важно об этом думать на данный период моей жизни, энергозатратности моего мозга, то есть, я думаю, вот это все, есть ли в этом смысл думать или нет. важно, братан, в том плане, прикинь. Потому что я думаю насчет этого и так далее. Да, ну в плане это очень важно, потому что если человек задается вопросами, это очень круто по сути, значит, он ищет ответы, типа, когда ты задаешь вопрос, это всегда круто, даже в классе, если ты что-то не понимаешь, ты можешь промолчать или задать вопрос, если ты задаешь вопрос, значит, тебе это интересно, я к тому, что не на то ли я трачу время, типа, сидя с такой гипотезой, нет? Джасик может обидеться на это, или нет. Когда ты ищешь какой-то ответ в чем-то эфемертном, в том, что не поддается твоему объяснению, контролю, это, мне кажется, подсознательно ты понимаешь, что ты где-то там сдался и ты не знаешь, что делать и как найти способ решить какую-то задачу, и ты ищешь некую абстрактную дополнительную поддержку, силу, сверхчеловеческую силу, которая тебе бы там как-то помогла бы. Ну, то есть, я сейчас не говорю о том, что, типа, это все миф и все это там, просто для меня это вот так пока что. Типа, если ты ищешь поддержку в нечто в чем-то таком необъяснимом, сверхчеловеческом, над жизненно, там, высший разум некий, то это значит, что ты не можешь найти ответы какие-то самостоятельно. Короче, самое главное не загоняться ни туда, ни сюда. Баланс. Нет, братан, я на тебя не обиделся. Ты что? Мне кажется, это нормально, когда ты ищешь ответы, наоборот, мне кажется, когда ты погружаешься в эту суету, в эти проблемы ежедневные, это наоборот, тебя это загружает. Просто для кого-то это, типа, с кем-то это очень хорошо работает и это эффективно, для кого-то в то же время может это деструктивно, да, каждый живет для себя и... Просто вот еще дополняю твой вопрос, просто я тоже раньше... Как не можешь закончить это? Нет, просто раньше я тоже об этом, ну, я даже просто тебе хочу сказать. Давай, давай, давай. Айту Парс, да? Просто, знаешь, я тоже раньше к Исламу относился немножко по-другому, для меня он был короткие брюки, знаешь, вот эта вот жилетка, борода длинная, но это типа время же идет и бывают разные люди. Я просто встречал на пути таких со временем, для меня раньше это была религия запретов, короче, в основном, ну, откровенно говоря, там много было что запрещено, пить нельзя, она умна, секс и все такое. А потом я начал смотреть и с другой точки зрения, по сути, там многие вещи, правильно говорят, это чистая религия, ну, то есть там люди умываются пять раз в день, да, то есть люди не пахнут, она умна. Есть такая вещь еще, почему свинину нельзя? Есть, знаете, почему свинина нельзя есть? Потому что свинина выделяет пот, а пот, он не выходит, короче, из нее, и типа человек это то, что он есть, и вот такие всякие моменты, короче, ты задаешься же вопросами, они отвечают на твои вопросы. У меня есть еще друзья такие, нео-мубры, да, такие современные, короче, которые, знаешь... Матрица жизни, она ну... Нет, нео-мубры это современные мусульмане, которые там iPods в ушах, наушники, такие, знаешь, такие современные, такие чуваки, то есть они, ну, то есть ты уже в этой теме как-то аккуратно, то есть к этому там не уходишь, прям 100%, то есть главное делать свои вещи и все, типа не нарушая эти правила, которые там прописаны, и все. Да, ну типа вместе со временем ты и религия, то есть тоже идет со временем, просто там вот эти темы, они ценности, не нарушаются, это реально же, семейные ценности, это очень важно, мне кажется, мы бы что бы там не показывали, в Вилене Кайратовне, это стёб, то есть мы не пропагандируем это, типа делайте, это же юмор, юмор это сатира, сатира ты показываешь современное общество, типа как оно, что там происходит, а нау-нау, я думаю, со временем это перерезольется в нечто большее и интересное, так что подписывайтесь, ставьте лайки. Ну вот, все, я закончил. Высказался, да? Да, и теперь я не буду думать, блин, надо было это сказать. Не, это хорошо, я тоже какую-то тогда точку скажу, что мне кажется, я где-то склоняюсь к тому, что, типа, в чём смысл жизни, да? В ней, скорее всего, нету смысла, да? И каждый придумывает свой смысл и за него топит, и он это, ну, сам в это верит, и это для него может быть и хорошо, либо плохо. то есть эффективно или неэффективно и так далее. Поэтому я сейчас понял то, чему я верю, короче, я не должен навязывать это другому, короче. и если так будет, мне кажется, ну, каждый поймёт, что к чему, и, типа, каждый будет жить своей жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok